Десятая лекция по книге Бытие Темой этой лекции будет обетование Авраама. Итак, Лот по своему неверию пошел к Содому и Гаморре. Одной рукой Лот держался за Господа, а другой за мир. Поэтому он пошел к городу греха Содому. А Авраам продолжил жить в обетованной земле Ханаана. Авраам хранил свою веру в Бога. Стих 14. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу». Авраам оказался в одиночестве. Лот от него ушел. Лот от него ушел. Других родственников у него не было. «В такое время его взыскал Господь, чтобы благословить его. Бог не пошел за Лотом, чтобы благословить того, но пошел за Авраамом, чтобы дать ему благословение». Господь сказал ему посмотреть на север, юг, запад и восток. Повеление осмотреться вокруг было для Авраама побуждением к надежде. «Все, на что Авраам надеялся, Бог собирался ему дать». «Если бы он понял истину и взирал на нее в этом мире, Бог собирался ее осуществить». Евреям 11.1 «У нас есть надежда стать как Христос и попасть в небеса. И мы должны взирать на Иисуса. Нужно искать Христа от чистого сердца». Евреям 12.2 «Если у нас есть надежда стать, как Иисус, Бог исполнит эту надежду». Стих 15 «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе я дам, и потомство твоему навеки». Бог пообещал дать всю землю Аврааму. Он собирался дать всю истину, о которой Авраам надеялся. Стих 16 «Я сделаю потомство твое, как песок земной. И если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Бог пообещал дать Аврааму потомство, как песка земного. Он пообещал, что Авраам принесет плода, как песка земного. Это значит, что через потомков Авраама Бог пришлет Христа. Это указывает на многих людей, которые уверуют в Бога через Христа. Таким образом, он пообещал через Христа не спасать благословения. «И Авраам также держался только Бога. Поэтому Бог благословил его». Мы должны следовать не за своими похотями, а за Божьим Словом. Если, как Авраам, мы следуем за Богом, то, как Авраам, мы будем благословены. Стих 17 «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее». Господь сказал, чтобы Авраам прошел вдоль долготы и широты земли. Бог обещает благословить Авраама согласно его послушанию истине, которая ему откроется. Это Божье обетование благословить его настолько, насколько он надеется в истине. Насколько он послушен, насколько будут развиты его характеры и способности, и насколько он будет благословен и Богом. Вера, проявляющаяся в жизни, благословена Богом. Якова 2, 26 Сказано, что вера без дел мертва. В Иисусе Навина 1, 3 Бог обещает Иисусу дать ему землю, на которую ступят его стопы. Вы благословены согласно вашим делам и покорности. Послушание – это этика поведения по отношению к Богу. Дела – это этика поведения по отношению к людям. Это указывает на принципы небес и человеческих взаимоотношений. Мы должны поступать правильно и перед Богом, и перед людьми. И во второзаконе, где перечислены 10 заповедей, заповеди первой по четвертую объясняют отношения между людьми и Богом. А пятая по десятую заповеди относится к законам человеческих взаимоотношений. Итак, истинная вера поступает правильно и перед Богом, и перед людьми. Стих 18 «И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у Дубавы Мамре, что в Хевронии, и создал там жертвенник Господу». Авраам перешел в другую местность. Он поселился у Дубавы Мамре. Куда бы он ни переходил, он оставался в Хананской земле. И всегда строил Господу алтари. Бог был в центре его жизни. Он поклонялся Господу и слушался Его. Авраам продолжал служить Господу во всем. Авраам взирал на Бога и был им благословен. Нам нельзя идти тропой лота. Но необходимо ходить путями Авраама. И тогда мы будем благословенны, как он. Теперь лекция продолжится по 14 главе. Ее предметом будет Мельхиседек. Мельхиседек. Первая «Война». Стихи с первого по девятый. Второе «Лот» с его имуществом оказывается в плену. Стихи с десятого по двенадцатый. Третье «Аврам спасает лота». С тринадцатого по шестнадцатый стихи. Четвертое «Священническое благословение» и десятина. Стихи с семнадцатого по двадцатый. Пятое «Аврам отказывается от трофеи». «Аврам отказывается от трофеи». Стихи с двадцать первого по двадцать четвертый. В сегодняшнем отрывке начинается «Большая война». Стих один. «И было во дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Елласарского, Кедор Лаумера, царя Иламского и Федала, царя Гаимского». Здесь появляются четыре объединившихся властелина. Они выступают против царей Содома и Гаморы. Стих два. «Пошли они войной против Беры, царя Содомского, против Берши, царя Гаморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Сиваимского и против царя Белы, который есть Сегор». На стороне Содома и Гаморы пять царей. Содом и Гамора были маленькими племенами. В четвертом стихе мы можем увидеть, что они служили царю Кедор Лаумеру. «Однако Содом и Гамора восстали. И четыре царя выступили против них. Эти четыре царя выиграли сражение. И лот был взят в плен в составе Содома и Гаморы. Он потерял свое имущество. Многие люди потеряли тогда свою жизнь». Стих десять. «В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гаморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы». «Многие люди лишились жизни в смоляных ямах. А лот попал в плен. Это был дисциплинарный акт Бога по отношению к лоту. И лот отошел от Бога, и Бог взыскал с него, подвергнув его наказанию». Стих тринадцать. «И пришел один из уцелевших, и известил Аврама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Мариянина, брата Ишколы и брата Аниру, которые были союзники Аврамовы». Четырнадцатый стих. «И пришел один из уцелевших, и известил Аврама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамрея, а Мариянина, брата Ишколы и брата Аниру, которые были союзники Аврамовы. Аврамов слышал, что лот взят в плен. Он взял триста восемнадцати своих людей и пошел выручать племянника. Аврам одержал победу и вернул лото и его имущество. Он спас лото. И вернул добро и имущество Содома и Гаморы. Здесь Аврам рискует своей жизнью и жизнью его людей, чтобы спасти лота. И это потому, что лот принадлежит к Божьему народу. Он пошел выручать братьев и сестер, которые служили вместе с ним Богу. Когда один верующий попадает в беду, собратья христиане должны ему помочь. 1 Тимофею 5.8 Мы должны заботиться о своей семье. Кроме того, когда Аврам шел в битву, он надеялся на Бога. У Кедр-Лаумера была огромная объединенная армия, а у Аврама всего 318 человек. По сравнению с врагом он был слаб, однако он надеялся на всемогущего Бога. Он смело выступил в бой, полагаясь на своего Бога. 1 Царств 17.45 Давид побеждает Голиафа. Аврам браво сражался, не жалея жизни. Он сражался так же смело, как 300 воинов Гидеона, и победил. Стих 17. Когда он возвращался после сражения Кедр-Лаумера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. Аврам возвращался с победой. И царь Содома вышел ему навстречу с радостью. 18 стих. И Мельхисидек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. Появляется Мельхисидек. Мельхисидек – это царь Солима. Солим находился там, где впоследствии появился Герусалим. Солим означает мир. Мелхи означает царь. А Сидек означает праведность. Так, Мелхисидек означает царь праведности и царь мира. Этот самый Мелхисидек благословил Аврама, когда тот вернулся после сражения. Он принес Авраму хлеб и вино. Хлеб представляет собой плоти Иисуса. Таким образом, Мелхисидек был образом грядущего Христа. Псалтирь 109.4 109.4 Евреям 6.20 6 глава 20 стих Евреям 7 с 1 по 3 7 с 1 по 3 стихи Иисус – царь праведности и царь мира Матфея 21.5 Захария 9.9 Для повторения, хлеб и вино символизируют плоть и кровь Иисуса Христа. Стих 19 И благословил его и сказал Благословен Аврам от Бога Всевышнего Владыки Неба и Земли Кто кого здесь благословляет? Мелхисидек благословляет Аврама Тогда кто выше по рангу? Мелхисидек выше Евреям 7.7 Иисус Христос благословил Аврама Стих 20 И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твоей. Аврам дал ему десятую часть от всего Аврам дал Мелхисидеку десятую часть То есть десятину от всего Потому что Мелхисидек был первосвященником Десятина принадлежит Богу Этот рассказ – первый случай десятины, упомянутый в Библии Малахия 3.8.9 Матфея 23.23 Десятина принадлежит Богу А мы должны отдать Богу то, что ему принадлежит 21 стих И сказал царь Содомский Авраму Отдай мне людей, а имение возьми себе Царь Содома говорит Авраму отдать ему людей, а добро оставить себе Он предлагает Авраму оставить себе трофеи Спасение жизни человека в Содоме было достаточным, чтобы выражать благодарность 22-23 стихи Но Аврам сказал царю Содомскому Поднимаю руку мою, Господу Богу Всевышнему, Владыке неба и земли Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего Чтобы ты не сказал, я обогатил Аврама Аврам отказывается от его предложения Хотя у него было право забрать добычу Но Аврам отвечает, что не возьмет даже ремня от обуви Что побуждает Аврама так поступить? Во-первых, Аврам не отнимал от Божьей славы Аврам не хотел, чтобы Содомский царь говорил, что это он обогатил Аврама Аврам хотел воздать славу за победу Богу И слышать, как люди говорят, что Бог сделал его богатым Если бы он взял добычу у Содомского царя, то впоследствии Тот бы говорил, что это он обогатил Аврама Поэтому Аврам хотел, чтобы люди знали, что богатым его сделал Бог Во-вторых, Авраму было достаточно одного только Бога Своим вознаграждением он считал Господа 15 глава, 1 стих Аврама не волновали ни богатства, ни материальные блага Его жизнь не состояла из сокровищ Он полностью удовольствовался только Богом Он желал получить Божье благословение В-третьих, Аврам пошел сражаться не для приобретения материальных вещей А для того, чтобы спасти братьев и сестер Он пошел воевать, чтобы спасти своего племянника Лота Стих 24 Кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною А неры, школы, мамы, пусть возьмут свою долю Появившиеся здесь имена принадлежат компаньонам Аврама Компаньоны пошли с Аврамом воевать И этим людям Аврам дал положенную долю за их труд Он отдает работникам их плату 1 Тимофею 5.18 На этом лекция по 14 главе оканчивается Начинаем лекцию по главе 15 Ее тема является оправдание верой Первое. Господь мой щит и награда Стих 1 Второе. Ответ на вопросы наследники Стихи со 2 по 4 Третье. Праведность меняется по вере Стихи с 5 по 7 Четвертое. Аврам приносит жертву Стихи с 8 по 11 8.11 Пятое. Пророчество о пленении потомков Аврама в Египте Стихи с 12 по 22 Стих 1. После всех происшествий было слово Господа к Авраму в видении и сказано Не бойся, Аврам, я твой щит, награда твоя весьма велика Бог сказал, чтобы Аврам не боялся Аврам был напуган Он одержал победу в решительном бою в 14 главе И Кедор Лаумера с его сотрудниками могли нанести ответный удар Аврам беспокоился о том, как ему дать ответ в случае нападения И сердце его было боязливым В такой, в этот момент В такое время к нему пришел Господь Он успокоил его словами Не бойся Укрепил его И сказал, я твой щит Бог защитил его от стрел неприятеля Когда мы принимаем Господа в качестве нашего щита, он защищает нас Иеремия 1.18 Бог обещает стать для Аврама железным столбом и медной стеной В Иеремии 1.18 Бог обещает быть железным столбом и медной стеной Иеремии Псалтирь 17.1 В нем Бог сказал, что он будет щитом Давида Вторая паралипоминон 15.2 Иезекииля 2.6 Мы должны зависеть от Божьей силы Пусть Господь будет нашим щитом Бог пообещал Авраму, что будет его наградой Бог дает Авраму определенную награду Его наградой будет Бог Абрам сохранил свою веру Он оставил дом отца Он отдал лучшую землю Лоту Отказался от богатств, предложенных царем Содома Все это доказательство того, что Аврам считал наградой своей жизни Бога Если Бог является сокровищем и для нас, то Он становится и нашей наградой Евреям 11.24.26 Моисей тоже считал Бога своей наградой Стих 2 Аврам сказал Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным Распорядитель в доме моем Этот Елиезер из Дамаска В стихах со 2 по 4 Аврам беспокоится, что у него нет сына И собирается сделать наследником своего имущества слугу Елиезера Аврам обдумывает с человеческой точки зрения Не понимая Божьих обетований Он думает о старости И о плачевных обстоятельствах, в которых оказался Здесь он еще не доверяет Богу Господь говорил ему, что сделает его потомство многочисленным, как прав земли Бог отвечает, что наследником будет вышедший из чресла Аврама В 4 стихе Бог говорит, что плоть и кровь Аврама станет его наследником Это обетование пришествия Христа через одного из потомков Аврама Христос придет по линии Аврама В 5 стихе 5 и 6 И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их И сказал ему, столько будет у тебя потомков Аврам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность Бог показал Авраму звезды в небе и дал обетование Он пообещал, что его потомки будут так же многочисленны, как звезды У Аврама не было детей Но он все же поверил Богу И Бог вменил ему это в праведность Но кто же является наследником Аврама? Галатам 3.16 Галатам 3.16 Наследник указывает на Христа Итак, Бог показал Авраму, что через его потомков он пришлет Христа И тогда Аврам поверил в грядущего Христа Он верил в невозможное И надеялся на безнадежное Аврам был слишком стар и не способен иметь детей Но несмотря на это он верил Он верил в грядущего Христа И вот почему Господь Бог вменил ему в праведность Аврам стал отцом всех тех, кто верит Римлянам 4.11 Римлянам 4.11 Аврам был спасен не из-за дел Он был спасен не из-за усилий Аврам тоже был грешником Но тогда как он стал праведным и получил спасение? Он получил спасение через веру Стих 7 И сказал ему Я, Господь, который вывел тебя из ура халдейского Чтоб дать тебе землю сию во владение Бог сказал, что даст во владение Авраму Ханаан Восьмой стих начинает описание церемонии жертвоприношения Господь дал Авраму обетование о Христе и о Ханаане И теперь Бог повелевает ему привезти животных для жертвоприношения В 9 стихе Иегова говорит принести трехлетних к телицу, козу, овну, а также горлицу и молодого голубя Трехлетние животные представляют собой идеальную жертву Они являются тенью жертвы Христа Аврам принес жертву без порока Стих 10 Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой Только птиц не рассек Аврам рассек животных на двое и положил части одну напротив другой Это церемония скрепления завета Божье обетование заключается в том, что он даст Ханаан в качестве наследства и пришлет Христа от одного из его потомков Бог создал завет, а Аврам ему поверил А еще в 13 стихе Бог сказал Авраму, что его потомки будут рабами в Египте в течение 400 лет Они будут порабощены и с ними будут жестоко обращаться в Египте в течение 400 лет Но в 16 стихе Бог обещает вывести их в четвертом поколении И дать Ханаанскую землю Авраму и его потомкам Стих 18 В этот день заключил Господь завет Авраму, сказав Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата Граница земель из рельтян будет проходить от русла египетской реки Вади, той реки Ефрат Вот земля, которую Бог дал Авраму и его потомкам Первое царство 8.65 Первое царство 8.65 Итак, Господь пообещал землю Ханаана Аврам верил в грядущего Христа И верил, что Бог даст ему Ханаанскую землю Аврам верил, что Христос придет, и поэтому он попал на небеса Сегодня мы верим, что Христос пришел и обретаем спасение На этом лекция по 15-й главе завершается Мы также заканчиваем 10-ю лекцию по книге Бытие Спасибо 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 Спасибо